Слава Богу! Сегодня утро, 14 марта, и утренняя молитва, прямой эфир на YouTube. Спасибо Боже всемогущим за этот день. Спасибо Господи Боже за всё. Благодарю Тебя, Господи Боже, и за это танец, и за это причастие. Господи, благослови Боже всемогущий во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу! 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 Слава Богу, Господь благослови, Боже. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Братья и сестры, дорогие друзья, доброе утро, всех приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Я сегодня, этим утром, благоставляю великого Бога, всемогущего нашего любящего небесного Отца, благоставляю Бога и провозглашаю Слово Господне. Отец наш, Бог и Царь, благословен Ты, Бог наш, благословен Господь отныне и вовек, благословен, возлюбивший мир, возлюбивший нас и отдавший Сына Своего за нас, отдавший жизнь Свою за нас, кровь Свою за нас, пролив, слава Тебе, Господь, Боже всемогущий, благословенность, Господь, сегодня, этим утром, детей Своих под Своим покровом, Боже всемогущий, благодать Твоя с нами, слава Тебе, Господь, Боже всемогущий, слава Тебе. И Слово Твое, говорит, я провозглашаю сейчас из послания Ефесянам размышления о Церкви, о народе Божьем, о и взаимоотношениях Бога и человека, человека и Бога, верующей души, да любящей и любящего нашего Бога. Здесь говорится мужья, Ефесянам 5 глава, 25 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. Дамы и господа, братья и сестры, вот этим добрым утром, когда обновляется милость Господня, и вот знаком этого обновления для нас Чаши Господней, причастия Теловой Крови Христовой, это для меня, это самый большой знак обновления Его милости, для меня это самая большая радость и самое большое видимое, ощутимое, вкушаемое, именно вот это доказательство, вот этого обновления Его милости ко мне, как верующего человека, слава Богу. И здесь говорится, чтобы осветить Христос, возлюбив Церковь, Он предал себя за нас, предал себя за Церковь, предал себя за нас, каждого из нас. И чтобы осветить, отделить ее для себя, нас отделить для себя, для особого поручения, особой милости своей, особого служения, вот, и очистив баню водную, написано, посредством Слова. И как вот для физического тела, действительно, вот, вода, слава Богу за воду, мы пьем воду и омываемся, умываемся водой, слава Богу, благословен Бог наш, давший нам воду, наявите, кстати, моим вода, Богу очень благодарен. Знаете, есть разные напитки в этом мире, и люди, слава Богу, придумали очень много разных напитков в этом мире, но, значит, все-таки лучше того, что Бог дал изначально, воды, вот, ничего люди не могут придумать. Да и не придумать никогда. Мы из воды, собственно, созданы, и водою. Ваше здоровье, слава Богу. Слава Богу за воду. Вот, и вот как образ воды этой физической, так вот образ Слова Божьего тоже, Слова Божьего как вода. Вот, и она и напаяет нас, а вы здесь написано, значит, очистить, очищает баню водную. Это как для физического тела умыться, омыться, знаете ли, даже вот с дороги, например, я столько раз замечал, тоже, наверное, замечали, да, когда, допустим, усталый, да, с дороги, допустим, там, особенно, когда там очень долго, там, едешь, вот, потом, значит, что, ну, омылся, умылся, да, ополоснулся, вот, и из души вышел уже, знаете, вот, вот, не знаю, ну, как будто заново родился, как будто вот перезагрузка какая-то происходит у нас вообще в организме, да, какой-то прям, не знаю, вот, поэтому, знаете ли, если, вот, в нас, как верующих, какая-то чажесть такая, да, есть какая-то, вот, ну, я так понимаю, вот, какая-то грязь, как-то налипает, какая-то усталость какая-то приходит, вот, нужна вот такая перезагрузка, каким образом? Словом Божьим. Словом Божьим, вот, и здесь дело не только в Библии, можно всю Библию наизусть знать, значит, и студировать ее, и провозглашать, но так и не знать Слово Божьего, так и не принять это Слово Божье, вот, Слово Божье, оно живое и действенное, оно острее всякого меча, бою до острова, Слово Божье, оно действительно живое, вот, вот, и, конечно, мы часто из Библии, действительно, принимаем Слово, как именно Слово Божье, да, вот, во сне, или в пророчестве, или в толковании языков, очень по-разному Бог говорит, через обстоятельства, вот, Бог говорит, и это тоже Слово Божье, и вот, действительно, омываемся мы тем, что Бог говорит, вспоминайте то, что Бог говорил вам ранее, что Он говорит сейчас, слушайте, вот, и этим омывается Церковь, спасибо Господь, спасибо Боже Всемогущий, и Он хочет представить себе, для чего это все, для чего Он омывает нас Словом Своим, да, чтобы представить себе, ее себе славную Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она, но дабы она была свята и не порочна, вот, действительно, великая Божья любовь, Бог любит весь мир, и Он действительно заплатил ценой своей жизни, своих страданий, своей крови, за весь этот мир, приобретя нам искупление вечное, однажды и навсегда, совершив это таинство спасения, дамы и господа, братья и сестры, но, скажу так, из всего, вот, спасенного, да, вот, всего мира этого, вот, для осуществления своих планов, для осуществления своих целей, служения, примирения своего, Он призывает народ, это Церковь Его, и сообщество Его, Его друзья, Его братья и сестры, Его дети, дочери и сыновья, так что, дочечки и сыночки нашего Небесного Папочки, всех вас приветствую, именем Господнем, именем Иисуса Христа, и вот в таком восхищении сейчас перед, вот, Богом, благоговении перед Богом, потому что Он действительно омывает Словом, знаете, вот я сегодня утром, вот, ну, сегодня не пересказать, но вот утром сегодня, вернее, как сказать, молитва-то и раньше была, значит, уже, значит, ну, просто вот включение само, у меня в 6 утра, и, знаете ли, такое потрясение пережило, такой приятный стресс, когда, вот, омываешься Словом Божьим, когда вспоминаешь, и когда Бог напоминает через какие-то обстоятельства, вот то, что Он раньше говорил тебе, о, и это так омывает тебя, твою душу вообще, это так омывает твою жизнь, я не знаю, я вот буквально в эти последние минуты, сейчас, ну, вот минут 40-30, вот, до эфира пережил такое омывение, вот сейчас я просто, фу, знаете ли, ни одна баня физическая, ни одна сауна не сравнится, ни один душ не сравнится с тем, что действительно, даже в море-океане искупавшись, знаете ли, не переживешь такой, такого вот удовлетворения, какое тело от океана, от моря, допустим, значит, от бани, от сауны, там, от душа, от омовения вообще, омовение переживает, но еще больше стресс приятный переживает наша душа, наша внутренность, наш дух, когда мы омываемся Словом Божьим, это 100% так, вот, и сегодня я этому свидетельствую, об этом, этому свидетель, слава Богу, представить себе славную церковью он хочет, действительно, вот, слава Богу, я вот уже больше 30 лет являюсь православным церковным священнослужителем, но, знаете ли, вот это слово славное, не православное, а вот славное, мне так нравится, вот, знаете ли, я еще не встречал такое название, да, вот, как бы, но мне нравится само название славная церковь, думаю, здорово, вот, Бог хочет, действительно, славную церковь, не просто православная, кривославная, какая-то еще славная, а просто славная церковь своя, его славная церковь, Аллилуйя, слава Богу, спасибо, Господи, спасибо, Боже всемогущий, не имеющий пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна, и, в первую очередь, это непорочность, это, вот это вот, как написано, без пятна, без порока, да, без чего-либо подобного, это вот здесь, в первую очередь, и вот здесь, Вот, наше спасение, Господь Бог всемогущий, для чего Бог к миссии призывает церковь свою, для чего Бог вообще берет нас в удел свой для спасения всего этого мира, чтобы этот мир мог принять благую весть Иисуса Христа, что они уже все прощены, что мы все прощены, скажи это насильнику, убийце, ты прощен, ты прощен, знаешь, что ты прощен, еще 2000 лет назад, скажи это маньяку, ты прощен, потому что ты уже не маньяк, скажи это пьяница, алкоголику, наркоману, ты прощен, ты прощен, и наша способность прощать христианское, она только лишь из этого вытекает, то не из каких других источников, сами по себе, чисто естественным образом мы, ну можем кого-то простить, кого-то не простить, но чаще всего это не настоящее прощение, настоящее, правдошное прощение, оно только из этого источника исходит, из Божьего все прощения, из Божьей милости, из Божьей любви, вот, и только пережив прощение в своей жизни, я тоже понимаю, и столько раз в этом убеждался вообще в жизни, только переживая Божье прощение, ты можешь прощать, имеешь способность прощать, по-настоящему, не по-нарошку, по-правдошному прощать, и мне это вот очень нравится, и человек, не переживая прощения от Бога, он не может, ну правильно простить, полностью, без остатка простить, без осадка, знаете ли, без осадка, вот, да, как, кстати, Лев Толстой, по-моему, граф Лев Николаевич, он же очень много искал Бога, он, он, кстати, особенно последние годы его жизни были наполнены поиском живого Спасителя, Христа Иисуса, вот, он говорил, я христианин, но он не вмещался в рамки ни православия, ни других конфессий, он искал настоящего, значит, и то одно, то другое, отметая, и был в таком поиске до самого последнего дня своего, знаете ли, и вот он говорил, значит, что простить можно, но забыть, ну, почти невозможно, он такой даже пример привел, сломали тебе руки, ты, говорит, обнять можешь, но руки уже сломаны, говорит, значит, вот, вот как-то так он выразился, я не помню сейчас дословно, но выражение у него такое есть, но знаете ли, я надеюсь, что граф Лев Николаевич, он все-таки, ну, перед смертью, он осознал, что простить можно, по-настоящему, и забыть, как Бог делает, я это свидетельствую, я об этом свидетельствую везде всегда, я об этом говорю везде, и вот сейчас тоже вам говорю, друзья, прямо сейчас, перед этим хлебопреломлением, причастием, я говорю об этом, это так, это истина, это правда, я это видел даже, я это не только знаю, я это знаю не только от ума, не только от сердца, я это знаю, я это видел сам, еще 13-летним, ну, даже неполных 13 лет, 12,5 лет мне было подростка, когда я пережил смерть, я был перед Богом, я просил прощения, мне казалось, я самый плохой мальчик, что жил на земле, и я говорил такие слова ему, я говорил, значит, ну, я даже не помню, что я говорил точно, но там даже, потому что это, ну, не по-русски было, и не по-татарски, тогда я только знал русский, и, ну, немного татарский помнил, я уже забыл в том время татарский, наверное, так хорошо, вот, значит, с детства только помнил, вот, но это было совсем по-другому, это было совсем по-другому, это было, знаете ли, это было, вот, наподобие телепатии, что ли, вот, то, что ты подумал, это сразу как будто ты сказал, и все знают это, кто все и не знал, но я был перед Богом, я знал, что я перед ним говорю, подумал, мне казалось, я так сожалел тогда перед ним все, и он любящий взгляд смотрел на меня, любящий взгляд, незабываемый взгляд любящий, а мне казалось, я самый плохой мальчик, хоть провались, а провалиться некуда, я перед ним сейчас, вот, знаете ли, я с такой жалостью говорил прости, что мне казалось, если была бы возможность еще дубль сделать, как бы, значит, жизненный, еще, как бы, вот это все пережить, я бы никогда так не поступил, вообще в жизнь бы никогда так не поступил, вот, и, знаете ли, а что, в чем я каялся, чисто по-человечески хороший ребенок был, значит, подросток, значит, да, значит, в школе хвалили, дома хвалили, в другой школе, там, художественной тоже хвалили, все, как бы, все хорошо, в пример ставили, но в глазах человеков был хорошим мальчиком, но в глазах его я увидел совсем другое, в его взгляде я видел совсем другое, он любяще смотрел, он не судил, но вот в том-то и дело, что если бы он хотя бы немного осудил, было бы легче как-то, но он просто любил, а я видел то, что какой я, какой он и какой я, и, знаете ли, я жил для себя, а он не такой совершенно вообще, он не эгоист, и там, в том измерении, говорю, в Божьем, настоящем истинном измерении, которое все эти измерения наши человеческие, оно открывает по-настоящему, в настоящем свете этого слова, в настоящем значении этого слова, этих явлений всех, в настоящее все, что здесь вот происходит сейчас, вот это, вот, вот даже вот это вот стекло, значит, да, плод виноградной лозы, значит, сок, значит, хлебушек, значит, блюдечко, значит, стол, вот это все, 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 Оно настоящее, да, это настоящее, правдочное Но оно и неправдочное, как бы Почему? Потому что вот без того Божьего, вот этого измерения, как бы, да Оно неправдочное, оно необъяснимо по-настоящему Вот в чем дело Вот в том Божьем этом мире я мог бы сквозь этот стол вот так вот руку провести Значит, не ощущая даже этот стол Не потому что я нереальный, а потому что этот стол по-настоящему, он не такой реальный Он вообще нереальный, по-настоящему, да Вот по-правдочному Потому что Божий мир, он более реальный. Вот, ну, и даже свое ощущение расскажу, что когда я там оказался перед Богом, то вот в 13 почти лет, то я, мне казалось, как будто этих 13 лет я проспал просто своей жизнью. Вот я сейчас наконец-то проснулся. Реальный, более реальный мир, чем все, что я знал раньше вообще. Он более реальный, настоящий. Как вот, допустим, вот художник расскажу. Я пример такой у себя в церкви, кстати, приводил как-то уже. Вот, я любил разные репродукции. Ну, знаете, как в советское время, какие были репродукции? Конечно, печать была такая, так себе. Вот, ну, даже по этим репродукциям, значит, второсортным, знаете ли, советским, но можно было иметь какие-то представления о живописи. О, ну, графике, конечно, проще. Графиком было, значит, о живописием было сложнее, потому что хороших альбомов было, значит, ну, днем с огнем не найти. Только лишь по Великому Блату можно было найти где-то. Вот, ну, доставали, конечно, по тем временам, по 200. По 300 рублей платили, даже больше за альбомы. Это когда зарплата была 70-80 рублей, до 100 рублей получили родители-подниматели, каждую копейку откладывая, значит, Бога благодарю, значит, тогда, значит, что это все было. Вот, вот, доставали эти диковинные альбомы с хорошей печатью или более-менее хорошей печатью. Вот, и я, знаете ли, очень Богу признателен за родителей, которые вкладывали в каждую копейку, вот тогда вот, значит, и просвещение такое мое, значит, а я это жаждал, действительно. И вот я репродукции разные собирал, особенно помню я еще ребенком, вот тогда вот, подростком, значит, я, значит, как-то был особенно зачарован Леонардо, значит, его работа, Леонардо да Винчи, его работа Мадонна с Чегленком. Ну, в сети можете увидеть ее, Мадонна с Чегленком. Так, сейчас смотрю, как бы, но оно не так впечатляет, но тогда вот детским своим умом, глазами, значит, да, и юношеским, как-то особенно было это мило изображение и как-то особенно трогательно, я не знаю. Вот, и я имел несколько изображений разных, будем так говорить, репродукций этой картины, натурально ее не видев никогда, до того. И вот помню однажды, когда уже, значит, мы от школы художественной, не помню, или от училища уже художественного, я вот не помню сейчас точно, ну, короче, не важно, но мы с группой учащихся, будем так, будущих художников, да, ехали, значит, в Ленинград тогдашний, вот, да, это было 80-е годы, вот, начало 80-х, вот, значит, и мы ехали, значит, в Ленинград на несколько дней даже, там, поселили нас в гостинице на Васильевском острове, вот, и мы каждый день, с утра до вечера были, значит, на вот этот вот русский музей, значит, Третьяковский город в Москве уже, потом ездили, мне больше Ленинград потряс, конечно, тогда, значит, Эрмитаж, Эрмитаж, конечно, да, там, вот, за несколько дней мы прошли там, ну, довольно большую часть, но я помню тот день, когда мы, я не помню даже первый ли день это был, ну, неважно, короче, значит, помню тот день, когда мы зашли в тот зал, где была вот эта картина, Мадонна с Щегленком, и знаете ли, для меня все остальное поблекло, вот, все остальное я, я смотрел, я возле нее, там, не знаю, сколько было только возможно, я стоял возле нее, и просто вдыхал, просто вдыхал ее, просто, не знаю, впитывал ее в себя, я смотрел и видел, вот, движение мастера, вот, какая она на самом деле, эта картина, это было такое потрясение, я помню, такое, вот, ну, стресс такой, приятный стресс, я видел оригинал, я несколько лет, да, собирал эти репродукции, значит, и вот были у меня разные вот эти вот репродукции, и я помню их часами рассматривал раньше, вот эти репродукции, значит, и смотрел, вот, значит, думаю, как же настоящий цвет был, какой был настоящий мазок его, вот, но когда смотрел на вот именно оригинал, то я просто, ну, я был очарован, я был восхищен и не мог оторваться, и наши экскурсии уже давно уже ушли, уже дальше уже, вот, значит, я все стоял, значит, и отпросился еще на время какое-то, я стоял и, ну, не один час, будем так говорить, возле этой картины не мог оторваться, глаз не мог оторваться, души, самое главное, не мог оторвать от нее, вот, пропитывался этой работой, вот, и просто восхищался на самом деле, вот, и вот такой стресс, представьте, вот, по такому примеру, я хочу просто, почему об этом говорить сейчас, по такому примеру, вот то, что мы знаем здесь на земле, вот, да, вот даже вот этот стол, там, говорю, это чашечка, ну, это блюдечко, это вот, это, значит, вот, как, бокал этот, значит, вот, вот все это, да, это как лишь вот, как копии, как оттиски, как отображения, больше или меньше, или второсортные, или первосортные, или третьесортные, разные отображения того, что там, в той реальности, даже планшет, даже вот возможность это вот приближать, там, удалять, значит, там, вот, да, вот, так вот, таким образом, на телефоне, на смартфоне можно. Даже это есть отображение того, что там. Вот все, что на Земле есть, оно отображение того, что там. Но, значит, просто здесь второсортные, третьесортные и дальше, значит, и совершенно низкого пошиба оттиски и отображения. А настоящий, чтобы познать настоящую суть вещей всего, всего сущего, надо вот эту Божья реальность. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже Всемогущий, благодарю Тебя, Боже, славлю Тебя, Отец мой, сущий на небесах да святится имя Твое, да придет Царство Твое, Иегова, Папочка мой, Боже мой, Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец мой. Да святится Твое имя Святое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем ложникам нашим. Не веди во искушение, избавь от лукавого. Твое Царство и силы, слава во веки, аминь, Господь. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благостави, Господь, Боже, и в этом причастии, в этом хлебопреломлении пусть небесное и земное соединится сейчас, Господь. Тело и кровь нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Бог Всемогущий, благодарю Тебя, Боже Всемогущий, и Ты хочешь действительно омыть водную баню, сейчас Словом Твоим, Господь. Пусть каждый из нас, Боже, действительно омывается этим Словом. Боже омывается. Тем, что Ты говоришь, омывается, Боже, душа наша. Тем, что Ты делаешь, тем, что Ты говоришь. И Ты говоришь это порой через обстоятельства. Ты это говоришь порой через какое-то Слово, как будто наша мысль, но это не наша мысль явно. Ты говоришь Слово Свое нам во сне, через образы. Ты говоришь это наяву порой, видение, через иные языки, через истолкование этих иных языков. Боже, особенно когда мы говорим именно языки, а потом истолковываем их. Ты много говоришь, разнообразно, через пророчества говоришь нам. Боже, ты говоришь действительно потрясающе, и все то, что ты говоришь, это омывает нас, это имеет способность омывать нас, Боже, освящать, чтобы мы были действительно славной церковью, не золушкой, заморажкой, но не имеющей на самом деле пятна, порока, чего-либо подобного, святой и непорочной. Боже, потому что не заморажка прославит тебя, Господь, но церковь славная, церковь, не имеющая пятна или порока, очищенная, омытая баней водной посредством слова, Боже, не грязнули тебя прославит, Боже, очистюля, Боже всемогущий, не заморажка, а действительно, Боже, омытая невеста твоя, слава тебе, Господь, благословен ты, Бог наш, благословен Господь, Бог всемогущий, благословен Царь наш. Совершим, братья, хлебопреломление, вот, и в этом причастии, в этой Евхаристии Божественной, давайте, у меня сок, здесь и хлеб, вот, но даже если сока нет, можете на завтра приготовить, купить завтра, сегодня соку, но даже если сока нет, просто налейте воды и хлеба, возьмите, любого хлеба, сухарик и возьмите, какой-то, какие, ржаного хлеба, любого, потому что я паки-паки, снова и снова говорю, что наше причастие, наше хлебопреломление, оно совершается не устами просто, вот, и желудком нашим, там, значит, оно совершается здесь и совершается здесь, вот, и это правда, это истина, это правда, все остальное, очень плохие копии, вот это оригинально, вот это настоящее, правильное, истинное, потому что его тело есть подлинно пища наша, его кровь есть подлинно наше питье, вот, вне этого нет нашей жизни, он не просто оставил нам Библию, как многие протестанты думают, он не просто нам оставил там таинства, обряды, как многие православные думают, иерархию, нет, он оставил нам самого себя, он оставил нам самого себя, ни много, ни мало, потому что все остальное, оно не способно передать его любви. Все остальное это оттиски. Все остальное, таинства, обряды, иерархии, все-все, служения церковные, Библия, писанное слово, все-все-все. Это лишь оттиски, это лишь копии. Настоящие, это он сам. Он только настоящий. Все остальное суета. Все остальное туман. Он правдочный. Все остальное ненастоящее. Бог лишь настоящий. Слава тебе, Господь. Вот. И вот пусть в сегодняшнем этом причастии Евхаристии, пусть Господь благословит нас всех во имя Иисуса Христа. И размышляем о теле Христа, о теле Господнем. Каким образом размышляем? Что тело Иисуса Христа было ломимо за нас, за наши грехи, за наши болезни, немощи и ранами его мы исцелены ранами Иисуса Христа и кровью Иисуса Христа причистой. Пролитой на Голгофском Христе, мы освящены единократным приношением тела Господа Иисуса Христа и пролитим его святой крови. Поэтому тело Христа примем, источника бессмертного вкусим, братья, сестры. Благодарю Тебя, Господь, за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю, Господь, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Господь, Боже всемогущий, слава Тебе. Этим утром обновляется милость Твоя, Господь, и обновляется она здесь, и обновляется она здесь. Боже, в нас, потому что Ты есть обновление, и с Твоей стороны нет никаких препятствий, Ты обновляешь свою милость. Твоя милость обновляется постоянно. Ты творец, Ты очень творческий, Ты творческая личность. Боже, помоги нам, детям Твоим, быть похожими на Тебя, подражать Тебе, как чадо возлюбленные. Спасибо Тебе, Господь. Не второсортные, не третьесортные, а действительно возлюбленные. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Боже всемогущий, за таинство тела и крови Твоих. Твоя, а Твоих, Тебе приносящая, а всех и за вся. Тебе поем, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш. И сотвори, Господи, хлеб сей, честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим Святым. Аминь. 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 Тело Христово примите источником бессмертного. Вкусите. Аллилуйя. 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 Спасибо Тебе, Господь, за настоящее. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за настоящий Твой Божественный мир. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это настоящее. Вот это правдушное. Вот это реальное. Спасибо, Боже. Спасибо. Спасибо. Вот это целомудрие, настоящее. Цельное мудрование, правильный взгляд на все. Действительно, когда Его Слово умывает нас, когда мы с Ним одной плоти, одной крови, одной крови. Я с Тобой, Господь, одной крови, Ты и я. Мы с Тобой, одной плоти, Ты и я. Спасибо, Господь. Ты во мне, а я в Тебе. Благодарю Тебя, Господь. Славлю Тебя, Боже Всемогущий, благословен Ты Бог наш. И пусть благодать Господа нашего Иисуса, Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Благоставляю вас, братья и сестры, этим днем. Благоставляю всех во имя Господне. И кто сейчас онлайн, и кто потом будет в записи смотреть это уже видео. Благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. И не обязательно утром обновление. Обновление, оно совершается не во времени суток, а оно здесь совершается и здесь совершается. Если наше сердце открыто для Него, хоть даже в среднюю ночь, возьмите воды, возьмите или соку, возьмите соку, возьмите хлеба, помолитесь, преломите, ешьте и обновляйте эту милость в нас, обновляется верующих. И действительно мы будем славной церковью, не позорной церковью. Церковь позорная, она позорит Господа. Это те христиане, что не знают живого Бога. Ой, Господи, помилуй. Но когда мы знаем живого Бога, мы не позорим Господа, а славим Господа. Славная Церковь, она славит Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славная Церковь, она славит Господа и говорит о Нем верно. Славная Церковь говорит истину о Боге, правду и ничего, кроме правды, что Он есть любовь, что Он действительно простил во Христе, примирил с собой весь мир, что Он дал нам действительно спасение по благодати своей, по милости своей. И в этом великое послание, великая благовесть для всего человечества. Все остальное позорно. Все остальное элементы позорной церкви. Это элемент славной церкви. Пусть Господь Бог благословит. И прославим Господа нашего Иисуса Христа в ваших деяниях сегодняшних. Прославим Господа Иисуса Христа в Его деяниях через нас. Прославим Господа Иисуса Христа и устами. Всем аминь. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо, Боже. Благодарю Тебя, Господь, Боже Благостави, Господь, наши дома, наших родных и ближних Благостави, Господь, и благоставляя благоставением священническим Да благоставит Тебя, Господь, и сохранит Тебя Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Еберехеха Адонай ваишмареха Яхар Адонай панавелеха вихунекха Иса Адонай панавелеха Веяселеха шалом Бешем Иешуа Ганашех Во имя Иисуса Спасителя нашего Господа. Аминь, аминь, аминь. Пусть Бог Авраама Исаака Якова, наш Небесный Отец, любящий Иеговы, Он благословит сегодня всех нас. Да святятся имя Его. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, до встречи. Вот и в эфире, и на земле, и на небесах. Слава Богу, в эфире вечном. Вот, и напоминаю, что сегодня вечером будет продолжение, уже десятая часть. Десятая беседа, такая предпасхальная беседа. Сегодня, завтра, в пятницу тоже. Я надеюсь, получится в шесть часов вечера выйти. Почему? Надеюсь, потому что я буду не здесь. Я буду, значит, на Жмаченко, 20 христианской надеи. Вот, и там я буду в программе, значит, там студия. И студия, значит, как, еврейский взгляд. Вот, и прямая трансляция начнется с этой студии в 20.00. Поэтому, значит, вот смотрите еврейский взгляд, значит, программу с 20.00. И до, ну, как 50-ти не говорят, я как бы в ПВД. Значит, ну, примерно час, они время не говорят, эфира. Но если чуть задержимся, то можно и так. Пусть Бог благословит вас, все, дорогие друзья. А по утрам подключайтесь также вот с хлебопреломлением, приготовлением таким. И милость Божья со всеми нами. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. Слава Богу. Аллинуя, Аллинуя, Аллинуя. Спасибо Тебе, Господь.